Близко, слишком? Близко А что, зрение, нельзя? Близко, подрифт Всем привет! Вы на канале Экодрифт, меня зовут Сергей и сегодня у нас на обзоре Монстр ПРО Компания Бегодя объявила о выходе этого колеса еще в конце весны прошлого года И после этого анонса чего только не выходило на рынок Но Монстр доехал к нам самым последним Это наводит на мысль, что у производителя что-то не клеилось Я еще к этому вернусь Опять ничего не получается И так тоже не получается Сначала главное, это вес 41,4 килограмма Рекорд, безусловно, по виду Но это всего лишь на 2,5 килограмма больше, чем EX-подвески В дизайне, а точнее в его отсутствии Бегодей себе не изменил И этот экземпляр больше всего похож на замыленный огромный чемодан Лично мне предыдущая линейка Монстр пожалуй нравилась чуточку больше Хотя какая разница Главное, чтобы колесо классно ехало И как оно выглядит, вопрос второстепенно Сверху на колесе панель с кнопками Но почему они такие маленькие и неудобные? Одна из них кнопка сна, угадайте где? Та, что находится дальше от ручки, естественно Кнопка сна теперь необходима для каждого моноколеса Бегодей Иначе его не разблокировать из транспортного режима Ну и завод не нашел ничего лучше, как воткнуть их сразу две вот сюда Так, чтобы было веселее У нас два порта зарядки И это дает нам возможность докупить еще одно зарядное устройство И заряжать колесо в два раза быстрее Разъем USB 1, 5 вольт Производитель пообещал, что теперь на всех колесах будет встроенный вольтметр И на Монстре он особенно огромный И хотя максимальное напряжение у нас 100,8 вольта Но на шкале у нас нет дополнительной секции под сотню А заглушка закрывает верхнюю часть индикатора Стиль Бегоде Телескопическая ручка такая же, по сути, как и на EX Если это было бы мое колесо, то я бы ее сразу выкинул Все равно сломается через две недели Фара у нас двойная И лишена такой привлекательности, как у EX Светит низковато, но ярко Спасибо, что есть Включая ее обычно в режиме стробоскоба Это увеличит безопасность на проезжей части Педали от EX RS для такого монстра Они откровенно маловаты Я советую сразу их менять Внешне мне приглянулись новые педали от Gotway Но конструкция регулировки угла на двух болтах Не внушает доверия, поэтому лучше взять что-то проверенное Например, хексы или их аналоги Ну или накрутить максимум шипов в родные педали Но оставлять как есть, это дело слишком рискованное И вы можете скользнуть в самый неподходящий момент с педали Светодиодная подсветка Да, в ней что-то есть Но сзади вам в любом случае нужен огромный хороший брызговик Иначе вас будет закидывать до самой макушки Поэтому можно сразу забыть про заднюю подвеску Подсветку Сзади у нас динамики Колонками назвать у меня язык их просто не поворачивается Это скорее универсальная пугалка для пешеходов Включенная на максимум музыка гарантированно оставит самый черный след в вашей карме А если вам в спину прилетит камень, то не удивляйтесь, я вас предупреждал Здравствуйте, меня зовут Григорий Когда едешь на нем, чувствуешь, что ты ни в коем случае никак не улетишь на первой попавшейся кочке За счет своего большого диаметра колесо ощущается очень стабильным Но из-за этого оно хуже разгоняется и тормозит Но эту проблему легко решают упоры Также за счет своей покрышки оно очень мягкое Я считаю, что подвеска этому колесу никогда не пригодится Безусловно, в такой мороз желания долго кататься нету И хотелось бы протестировать это колесо в более теплую погоду До встречи По ходовым качествам, ребят, простите Зима, скользко, много кататься на колесе я не смогу Да и покрышка тут совсем летняя Поэтому расскажу лишь первое впечатление Напоминает Екс Очевидно, что из-за своей массы И сразу хочу сказать, что мне при собственном весе в районе 70 кг с экипировкой Не хватает даже вот этих подушек Здесь нужны настоящие хорошие пауэрпадсы Чтобы передавать максимальное усилие на корпус Плюс, конечно же, педали с нормальной шиповкой А не как у меня И это не шутка Это очень серьезная техника С высокой мощностью и скоростью И кроме ускорения здесь крайне важна возможность уверенно и четко затормозить Поэтому без хороших подушек с ярко выраженными упорами никак Ну и само собой должна быть поставленная техника торможения Поэтому если покупаете себе колесо такого класса То сначала идите на площадку и тренируйтесь Покрышка, кстати, мне понравилась По управлению она очень предсказуемая Она круглая, поэтому в повороты ложится без фокусов И дополнительно к ней адаптироваться не надо Но закладывать повороты простой отработкой коленями у вас не выйдет Корпус высокий, колесо тяжелое, поэтому придется работать всей ногой и корпусом Потенциал по разгону у монстра про очень хороший Колесо может наваливать Нужно лишь немного прикататься и натренировать ноги Хотя в целом, конечно, это не гоночная зажигалка Это дорожный аппарат Напоминает маслкар большой, американский С объемом двигателя 7 литров Или пауэркрузер Ну вы знаете, такие комфортные мотоциклы Которые не обделены с запасом дури Чтобы всегда можно было жарить, если это понадобится Да, определенно в этом есть свой кайф В целом, по своему стилю езды, монстр про не похож ни на одно другое колесо на рынке Это просто отдельный продукт И поэтому все сравнения здесь очень неуместны Особенно это касается колес с подвеской Будет мнение, что большой диаметр должен решать вопросы неровностей И компенсировать отсутствие подвески Но нет, это совершенно не верно Монстру про никак не помогает диаметр в сравнении с EX То, что EX проглатывает и отрабатывает Заставляет монстр про подпрыгивать как мяч Даже 24 дюйма в нашем случае не компенсирует отсутствие подвески И нужно понимать, что колеса с амортизацией Всегда намного сложнее в обслуживании Нежели колеса с ее отсутствием И по подвескам, особенно в реализации бега-дей Еще слишком много вопросов Поэтому я не собираюсь никого агитировать за подвеску И более того, я сам езжу без нее И пока не собираюсь переходить на подвесочное колесо Всем привет, меня зовут Егор Сегодня я прокатился на колесе Begoody Monster Pro Которого целых две дыры Одна в моторе, дырая в корпусе В целом, по езде мне колесо понравилось Едет оно очень динамично Скорее, торможения мне понравились Единственное, маневрировать на нем не так удобно Как на колесе диаметром поменьше Надо очень много сил прикладывать, чтобы его поворачивать Себе бы я это колесо не взял Потому что оно капец тяжелое Блин, оно тяжелое и дорогое смысл в нем Не вижу Сегодняшняя проповедь будет называться Смени пластинку И у меня есть пластинки даже Но об этом чуть попозже Всем привет, я думаю, вы меня уже опять узнали Все тут скучные какие-то Тут этот вот Егор, что он потрындел, что-то ушел Ну, Серега нормальный, но тоже, но без юморка Я отвечаю за позитив, понимаете Чтобы обзоры были свои куда веселее Короче, сразу впечатление Самое первое, куда вы посмотрите, конечно Когда возьмете колесо, это на кнопку включения Мы смотрим на эти кнопочки И они настолько смешные Я не знаю, у меня фантазия бурно гуляет Когда я на них смотрю Очень угарно По поведению, ну, колесо в целом очень похоже на предыдущий монстр Но еще тяжелее Ну, то есть, ну куда? О, алло, 40 килограмм Я вешу как три вторых этого колеса Не знаю, возможно, на большой скорости Людям с легким весом будет очень тяжело управлять Но это пока что только практика Мне было бы интересно, если бы сделали монстр, конечно же, с подвеской Потому что, ну, если у вас есть и их с подвеской Почему не сделать монстр с подвеской? Мне кажется, здесь она была бы уместна Но ее не завезли Очень крутые светодиоды, мне прям понравились Особенно, если сравнивать с тем же супексом, который у меня сейчас Они, ну, прям волшебные Это совсем другой уровень эстетики Фара, ничего особенного Ангельского кольца нет, я расстроен Очень удобный вывод у бальтажа, который мне понравился И, конечно же, без аксессуаров на нем невозможно кататься Хорошо, что их нацепили Кстати, покрышка стоковая держит неплохо зимой Не скажешь, что идеально, но очень даже вполне себе неплохо По итогу, не очень он мне понравился Его все время клонят куда-то Его очень трудно контролировать на низкой скорости Так что я готов убиться об сугроб Бегодет стал следить за своим сайтом www.begodet.com И теперь там оперативно добавляют все новые модели И, что самое главное, характеристики Ссылку на всякий случай оставим в описании под видео Останавливаюсь на основных моментах Двигатель здесь такой же конфигурации, как VX Поэтому его мощность заявлена такой же 3500 Ватт, но из увеличенного диаметра скорость раскрутки У нас получилась 105 км в час на полном заряде Аккумулятор в Monster Pro состоит из 4 сборок по 900 Ватт часов Таких же, как в RS и EX Получается 3600 Ватт часов Покрышка мотоциклетная в размере 2,75 на 18 И бегодею пересчитывают в 24 дюйма По внешнему диаметру Зарядное устройство в комплекте стандартное 100 Вольт на 3 Ампера Время полной зарядки от него составит около 12 часов Максимальная нагрузка, как у EX, 130 кг Хотя у меня складывается ощущение, что это колесо Может и должно справляться с гораздо большим весом человека Поэтому в целом я вижу одно из предназначений этого колеса Возить действительно больших и тяжелых райдеров Кто, как не они, смогут оценить это колесо по достоинству Ведь именно им нужна такая дикая тяга двигателя По конструкции Первое, что видим, это традиционно хрупкий пластик Отлитый под карбон При падении на 80, если колесо пойдет кувырком То гарантированно превратится в груду бессмысленных обломков Возите с собой строительный мешок Ну или задумайтесь сразу о приобретении броненакладки Несмотря на то, что двигатель, казалось бы, такой же, как в EX Но здесь тоже не обошлось без сюрпризов Monster Pro без подвески Поэтому диаметр отверстия в двигателе меньше Такой же, как в RS То есть статор у Monster Pro свой, неповторимый Поэтому все подробности традиционно в техноблоге на сайте Кодрип Ссылку ищите в описании под видео Мы опять столкнулись со всеми недостатками новых колес большими подшипниками Но это не главное Главное, как оказалось в контроллере Здесь он совершенно новый Он собран на базе 18 полевых транзисторов Что подчеркивает его потенциал по мощности Но очевидно, что при таких характеристиках Не обойдется без нагрева И нужно хорошее и качественное охлаждение И самая большая неприятность в том Что с охлаждением здесь все очень сумбурно Места под него нет Словно корпус был спроектирован под что-то другое Но в последний момент было решено заменить контроллер И это не самое главное Прямо рядом с контроллером находится отверстие для обмена воздухом И оно смотрит точно в колесную арку, где крутится само колесо И это очень опасно Мы для безопасности в этом монстре отверстие заклеили полностью Еще бы, у нас на улице снег и лужи Но теперь совершенно не ясно, как себя поведет колесо И как быстро будет греться Поэтому надо будет тщательно следить за температурой Чтобы не допустить перегрева Кроме того, мы на этом монстре сразу установили дополнительный сапун И заменили смазку в подшипник Ребята из сервиса Экодрифт считают, что это обязательная программа минимум Без которой вообще не стоит ссуваться на улицу Субтитры создавал DimaTorzok Как и все последние колеса от Бигаде Монстр ПРО слишком противоречивое колело Слишком противоречивое колесо Откровенные фейлы производителя по конструкции Резкий переход на моторы бублики Все это очень осложняет жизнь пользователей С другой стороны, любители колес этой марки сложности никогда не останавливали Так или иначе, все колеса этой марки приходится усовершенствовать Пересобирать, ремонтировать и восстанавливать Поэтому обычный покупатель Бигаде Сами прекрасно знает, на что идут А поклонники моноколес других фирм Из этого обзора с чистой совестью Могут сделать вывод, что Бигаде не изменяет своим традициям И колеса без проблем здесь точно не найти Поэтому, мои любимые диванные хомячки Ждите свои V12, S16 И продолжайте клеймить Бигаде И высмеивать тех, кто любит на них наваливать И не забудьте Обязательно написать об этом в комментариях Только обязательно Потому что без комментариев на ютубчике никуда Всем спасибо за просмотр Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok